Работает? Работает Работает Пожалуйста, вопросы у нас осталось Время У нас есть возможность Чтобы были ответы Вопросы всякие можно задать Вот у меня два вопроса Вот Фрэнсис Крик Уже в конце своей жизни В принципе он стал лучшей Собакой в разных местах мозга Наверняка Но он все-таки Приводит этот пример Он все-таки говорил, что ему кажется Что сознание все-таки определено где-то Он говорил про ограду Как я понимаю какая-то часть коры Вот прошло там уже Наверное там лет двадцать Все-таки можно ли Сознание связано с какой-то Не язык, а сознание Связано с питоком с мозгом Я отвечу вот как вам Вот это то, что мы Вот с Фрэном как раз пока шли Обсуждали Самое большое Я этим сознанием занимаюсь со всех сторон В разных концах Самая большая неприятность Включается в том, что никто Ни с кем не может договориться На тему о том, что мы имеем в виду Когда мы говорим это слово Что мы будем считать сознанием? Это довольно большой спектр Разных вариантов Сознание в смысле не сплю Или не в анестезии Вариант один Сознание в смысле не подсознание, а о сознание То есть я как бы еще и оцениваю то, что я говорю Сознание в смысле Вообще я реагирую на внешний мир И тогда некоторые люди Не будут даже их называть Они считают, что любая живая клетка Обладает зачатками сознания Понимаете? Очень большой спектр Поэтому Если кратко отвечать на вопрос ваш Что нет Никакого места нету Никто не нашел И думаю, никогда не найдет До тех пор, пока мы не договоримся Вот еще один вопрос Вот уже как к лингвисту Опять же сошлюсь на авторитетах Фидрих Китлер Такой исследователь медиа Как-то обратил внимание, что Вот когда появились медиа Тино То люди, которые испытали какую-то опасность Но вот выжили, да Они стали говорить, что вот передо мной Пронеслась моя жизнь То есть фактически вот эта вот метафора Кинематографа Она стала такой вот рабочей метафорой То есть изменилась А кино имеет ведь свой язык И довольно сложный Там, да, там Есть то, чего нет Как еще пока Там есть монтаж Есть как бы Да, да, да Вот кто-нибудь про это Вот занимался специально Как меняется наше мышление, да Наше поведение Зависимость от того Как будет реализация к нам Ну да, вот Как реакция на появление вот этих медиа Да Прежде всего кино И дигитальных медиа Вот какие-то тут можно сказать Вот эти Да, но я могу Я и лично Я этим не занималась Но на ваш вопрос Во-первых отвечаю Да, этим занимались И второе Что я хочу сказать, что Даже не знаю Как это описать Я, может быть, с другой боку бы сказала Культурное влияние на ментальность Огромно Вынимая под культурой Вообще типы цивилизации Скажем, человек, который Имеет дело с эрографической письменностью Это не человек, который Имеет дело только с алфавитом Когда мы штучка плюс штучка Когда мы этот бисер весь укладываем И известно, что Поскольку люди стали меньше читать Ну, мы не берем отдельных людей Ну, в целом И зрительные образы В нашей цивилизации Современной занимают Несопоставимо большее место Чем раньше занимали Все в картинках В схемах То есть как бы минуя текст Клипы Не даром же пишут о клипированном сознании Гипертексты, которые люди читают Очень влияют Гипертексты, понимаете, что Да? Когда вы залезаете Когда эти ссылки идут Во все стороны Когда ты не можешь Прочитать текст до конца Тебя цепляет А вот теперь я посмотрю Что это слово значит А теперь что это? То есть ты все время Выползаешь уже из этого текста И это точно влияет на ментальность И это иная Я даже Ну я не могу твердо сказать Потому что я этим не занималась Но Была Не удивилась бы Если бы это была Другая картинка Мозговая На брейн-имиджинтовом Исследовании Не удивилась бы Совсем Вот я Например Ну это правда Немножко даже другое Но Меня интересовало Что происходит В мозгах у человека Который занимается Синхронным переводом И все Мои прогнозы Все оказались неправильными Ну мы знаем Что это левое полушарие Занимается мозгом Это сверхлингвистическая деятельность Очень трудная Стрессорная Хуже работы нет Я один раз в жизни Переводила сенсорную Ни за какие деньги Вот И Я думала Ну вот тут то как раз Все эти речевые зоны Должны быть А вовсе наоборот Оказалось что это правое полушарие Которое кричит Как раньше считали Вообще отношения не имеет Ну это не так конечно Но раньше считалось так Горит мозг огнем Не только это А Возвращаясь к вопросу о сознании Я потом уже Маниакально Стала спрашивать Каждого синхронного переводчика На которого я натыкалась Про что вы сейчас переводили? Безотказный ответ Не помню Не знаю Они практически Находятся в трансе Они даже не знают Про что они говорят А теперь объясните мне Он переводит Судебный процесс То есть невероятная ответственность Да И он смутно помнит Что происходит Да что-то было Ой устал не могу там И весь мост горит И неречевые зоны горят Что это такое? А даже если к ним пристать Уже как следует И сказать Вы что хотите сказать Что вы находились Почти в бессознательном состоянии Он говорит Да пожалуй вы правы Так и будет Мне одна переводчивость даже сказала Ой для вас Для вас история Она приводила три языка сразу И три Ни один из них не был родным Что кстати Нарушение международных правил Один из языков Должен быть родным Она говорит Я физически чувствовала Как у меня Перекапывают Языки эти Я говорю Перекапывались Да А правда что перевод был Ой надо подумать Ну как это может быть? То есть я не понимаю этого Ну в общем Вот так И конечно разница будет Она скажем переводит Там с близких В лингвистическом смысле Языков С немецкого На английский Или Какой-нибудь там Телку На финский Я уверена Что будет другая картина Потому что другой тип языка Соответственно Другие операции В других местах В общем это жуткое дело Большое спасибо Во-первых за интересную лекцию У меня вопрос к театру Сейчас очень популярны Вот эти семьи Которые белорусские Уезжают с маленькими детьми За границу Человек находится в двойной культуре То есть ребенок Дом на русском Она Ну что это В садике в школе Английский язык Насколько это полезно Как развиваются Такие дети Если были такие исследования И возможно ли думать Сразу на двух языках Потому что на вопрос На каком языке ты думаешь Они обычно зависают И ничего не отвечают Возможная двойная Кодировка Образом в мозгу Одновременно То есть на русском На английском То есть что вот с этой проблемой Да Полезно это не очень Спасибо очень Интересный хороший вопрос Совершенно достойный Отдельной Лекции Большой Существует миф Один из многих мифов Что Большинство людей Населяющих нашу планету Монолитные То есть говорят на одном языке Ровно наоборот Количество людей Которые Пользуются одним языком Меньшинство Большинство Людей Земли Либо Великой Либо даже Поле Либо Поэтому На вопрос Не вредно ли Отвечаю Разумеется Не вредно На вопрос Можно ли Одновременно Зависит от типа Мелингвизма Их много типов Нет возможности сейчас говорить Это зависит от того Где учил Когда учил Родился ли в этой среде Скажем Мама англичанка Там Баба китайцы Одновременно С первого дня Он стал это учить Когда у него Эти два языка Одноправные Или Он жил в одной стране А потом переехал в другую И нагоняет И нагоняет Только в университете Это все разные вещи Кстати Очень интересная тема Что происходит С людьми После поражения Мозга Речевых зон У людей Не монолимпов Это вообще Детективная история Например Один из случаев Я знаю Когда у человека Вышибло все Значит Первый Родной язык забыл Главный язык вообще нету Не помню какой он Французский кажется был Значит По-английски Мог говорить Только про деньги По-французски Мог говорить Только про любовь По-немецки Не мог говорить Ничего и не понимал Но Самое красивое Я под конец приберегла Случайно попался текст Написанный готическим шрифтом И его он читал То есть Представляете Что он мост вытворяет Он ориентирован на шрифт Он ничего не понимал Не слушал Не говорил А готический шрифт Пожалуйста поехала То есть Очень Мы не ждем там Простых Сюжетов И это опять таки Зависит от того Какой язык Как себя поведет В случае нарушений Зависит от того В каком Возрасте был Какой язык Какова была Эта чередность Что за тип языка Какая Она из Германии Задала Значит у нее внук Там был Белин И он страшно заикался И она спросила меня Какого логопеда Нужно взять Русскоязычного Или немецкоязычного Я задала ей Следующий вопрос Где будет жить Этот ребенок вообще То есть Они приехали в Германию На пару лет Или они переехали туда И он так будет жить всегда Это существенный вопрос Она сказала Всегда Я сказала Тогда немецкого Немецкоязычного Логопеда Она говорит Мы не хотим терять русский Я говорю Отлично понимаю Но у вас выбор То есть Это же болезнь Да? Нельзя дополнительный Языковой стресс давать ему Может потом Когда-нибудь там Так что Это трудный вопрос Но очень интересный Это целая область Большая науке В частности Вот Нейролингвистики Это ее целый Большой кусок Как быть Когда Не один язык Витяна Владимировна Меня очень интересуют Вопросы Интуиции Как она связана С головным мозгом Хороший вопрос Очень трудный Ну Знаете Если глупо И грубо Отвечать То Уж я Если С чем-нибудь Он связан То есть Не он Она Интуиция То с правым мозгом Хотя К правому И левому мозгу У меня Докторская была На тему Правого и левого мозга Поэтому я Их ненавижу Оба Вот Но И уже не говоря о том Что Понимаете Весь пафос Прошел По поводу Правого Но Уж если с чем-то Это сводить То это Правый мозг Потому что Стратегии Такие Понимаете Без осознания Неизвестно почему Сделал Я как-то вроде бы чувствую Вот это все Ну и есть основания Нерофизиологические Это говорит Мы Мы исследовали Людей Там в определенных Ситуациях И они Те кто был К этому способен Они все оказались Сильно Правополушарным Компонентом Мозговой активности Ну это такой Другой очень Ответ Потому что Это может быть вообще На уровне Подсознательного Это что Интуиция Но если Уж выбирать Из этих двух мозгов Из левого и правого То Ближе всего К подсознательным Или неосознаваемым Процессам Конечно Правый мозг Который не столько Занят Вычислением И перебором Всяких операций А вот Гештально И ведомо Почему Где-то видел Что-то слышал Что-то вспоминаю Вот такие вот Мутные вещи Вот то что описывается Нечеткими Логиками Вот эти все Фази сетс там Вот это Отсюда Уж если откуда-то То отсюда Больше не могу Ответить Добрый вечер Меня зовут Сергей Хотел бы Благодарить за то Что вы дали работу Мому мозгу Я и своему заодно дала Так что Включение Это работа Да И у меня вот такой вопрос Я так понял Что на дальнейшую жизнь Человека Влияет два фактора То есть Первый фактор Это гены А второе То что вот ребенок Формируется в среде Там до 50-60 лет И по сути дела Все решения Которые там Человек уже начинает Принимать по жизни Они вот с этими Двумя факторами связаны Я согласна Да Вот в связи с этим У меня вопрос Вот Первый был это то Что вы согласны Вы уже сказали А второе вопрос Может ли человек Уже вот В более взрослом В возрасте Изменить Вот Эту ситуацию Да Если она его не устраивает То есть Какие способы И как это делается Да Отвечаю во-первых Да А во-вторых Привожу конкретный пример У меня есть коллега И приятель американский Который специалист по памяти Вот И он Ну как-то Я довольно часто заезжу И как-то На какой-то конференции Он мне говорит Мол Моя бабушка Стала жаловаться Смеясь Говорит он Стала жаловаться На то, что у нее память Стало упорчать Я говорю Сколько бабушке-то лет Бабушке, скажем там 89 Ее память Имеет право На такие сбои Он говорит А я другим путем пошел Она мне стала говорить Что-то я все забываю Забываю Я сказала А забываешь? Тогда вот я поехал лекции читать в университет А тебе вот Грамматика древнегреческого языка И пожалуйста упражнения номер 13 18 и 48 К вечеру В общем старушка засела За очень трудные вещи Потому что грамматика греческого языка Если кто изучал Это не подарок Вот И у нее Стала улучшаться память Я к чему говорю То есть я бы ответила так Если раньше Общим местом было Что пластичность мозга Это дело раннего возраста Вот не знаю Парень согласится Да Что это То есть понятно Что пластичность У маленьких детей Не сопоставима С тем Что будет у взрослых Но Если раньше считали Что все Ловушка захлопнулась Все Больше ничего То сейчас так не говорят Доказано Уже кстати Фрейли Между прочим Это по-моему Тоже делал Они Что Люди В очень пожилом возрасте Там 80 с лишним Что они могут Что какие-то Эти самые Пластические возможности Остаются Но на самом деле Это опять же Вспоминаю Про Этот Диван Надо с дивана Слезть Если мозг Ничего не будет делать Причем Неважно что это Не обязательно Эммануэла Канта читать Шипенгалером Или Логические задачи решать Хочет Простая женщина Кроссфорды решать Пусть она решает Кроссфорды Главное Чтобы У нее мозг На ее уровне Делал Трудную задачу Мозг должен Трудные задачи Опять таки Детям Студентам Говорю Если вы будете читать Журнал Лиза То Вопрос закрыт Другое Надо читать Нельзя Играть В эту игру Это опасная игра Для мозга своего Кроме того Не забывайте Для них я так наехала Сразу на весь зал Не забывайте Что Мозг не решето Все что туда попало Там осталось навсегда Вы просто про это не знаете Он делает вид Что вы забыли Он вам голову морочит Все это там лежит Ничего оттуда Все мимо чего вы прошли Услышали Унюхали Съели Вспомнили Все там лежит оно Может Незварение Незварение Моста Может скучать Татьяна Владимировна У меня вот такой вопрос Что все таки Делать Со свободой Боли Вот могу я себя считать Существом Наделенным свободой Боли Насколько я знаю Сейчас все больше И больше людей В мире науки и философии Приходят к убеждению Что мы автоматы И ничего собственно страшного В этом нет Будто вашим Вмениным учетом Да У меня на эту тему Я волнуюсь на эту тему Хочу вам сказать Потому что Я и об этом писала И думаю об этом И говорю с разными людьми Я даже не знаю вообще Как с этим быть Мозг на самом деле Практически все делает сам Вот наш с профессором Париным Коллега и очень симпатичный Критерпурский профессор Он говорит Он говорит Вообще все происходит Без участия сознания Ну я впадаю в некую панику Или ярость И ему говорю Подожди Если все происходит Без участия сознания Что сознание тогда делает Это все к вопросу Определения Он вообще есть или нет Ведь есть Я говорю Хорошо А какова его роль А оно потом Когда уже все сделано Оно потом приходит Да счетная палата Приходит и проверяет Хорошо Хорошо ли сделали Ничего себе Что значит проверять Нет а кто это Кто это делал все Сейчас пошла Это очень сильная линия Про которую вы говорите И скажем в Америке Где быстро Такие моды приходят Там это милое дело Это уже чуть ли не бытовое выражение That's not me That's my brain Это не я сделал Это мой мозг Я не виноват Мол Что я такой уродился Да Вот такой у меня мозг плохой Он и виноват Его вините Это подрубает основы Нашей цивилизации Может я хочу сказать Если мы встанем на эту дорогу То я даже не знаю Что собственно говоря Дальше будет Потому что конечно При желании И при напоре Мы можем сказать Что это действительно У меня дома лежит Вот такой том Который Американский Ну научный естественно Там написано А вы хануа Мы действительно Уже программа написана И так Как бы это нам просто Дает возможность Об этом не думать Каждую минуту Есть опять же Книга и статья У меня есть она и дома Где Это Вот только не помню Название самой книги Или статьи Она называется так The mind's best trick Лучшая шутка мозга В чем заключается Эта шутка Шутка заключается в том Что он сам принимает решение Все сам делает После чего Делаю эффектную паузу Посылает вам сигнал Что вы это сделали Доброе время Ну это Это уже вообще просто То есть мало того Что он сам все это делает Он еще Вам намекает Поэтому не волнуйся Все в порядке Сам решение И примем Это научная книга Я не хочу Чтобы быть понятой Что это вот точно установлено И все сдаемся Вот этого я не считаю Хотя экспериментальных данных таких Подозвителенных Многовато Я думаю что идет В том числе Неправильная интерпретация Неправильная интерпретация Времен реакции И так далее В общем это серьезный вопрос Вот его Не хочется переводить В его популярную сферу Что я сейчас на каждом шагу делаю Я думаю что здесь Какие-то ошибки есть Уже не говоря о том Что когда встает вопрос Что это не я сделала мой мозг То ведь речь идет не о нажатии на кнопочку Когда появится красная лампочка А речь идет об асфатологических решениях Ну типа там Выходить ли замуж там Воровать не воно Ну понимаете О серьезных вещах И тогда Нет А тогда Если мы встанем на эту дорогу Давайте разойдемся Вообще о чем тогда разговор Тогда мы просто биологические Какие-то сгустки Которые не несут вообще никакой ответственности Ни за что Это упати Господь Если это Если эта линия вообще пойдет То это нам конец всем Но оно идет между прочим В эту сторону Я хочу вам сказать Вот я В другом месте уже говорила Что Не раз Ясно совершенно Сейчас Есть такие возможности Я сама видела картинки В смысле научные картинки Показывает мозг Говорит Это мозг потенциального преступника И действительно Там есть кое-что Из чего можно Нехороший мозг Да А дальше что будет делать С этой картинкой Что мы будем делать Я спрашивала Между прочим По случаю Двух судей Конституционных Просто на одном банкете была И очень была заведена На эту тему Говорю Вот вы здесь все разговариваете Разговариваете Ответьте мне Что вы будете делать в такой ситуации Они совершенно На немели Сказали что они К этому не готовы Нет Ну вот всерьез Подумайте Значит У нас два варианта Вариант первый Пока он не перестрелял Там 800 человек Этот человека Запереть его в клетку И пусть он в этой клетке сидит Раз у него такой мозг Но во всех приличных странах Есть презумпция невиновности Он ничего не сделал И возможно не сделает А уйдет в скид Да Будет среди пустыни сидеть И на указу пасти Правильно? Ну возможно такой вариант Или Мы знаем что это Потенциальный преступник Должны сидеть и ждать Пока он там дома взорвать будет То есть В общем я куда кланю все это Мы находимся Мне кажется В опасной Точке Что-то с нашей цивилизацией Происходит Вот сейчас Мы в какую-то опасную Попали Такую стадию Многие вещи Надо переосмыслить И вот Свобода воли Одна из них Свобода воли Доступность информации Личной Ваш геном Опять таки вот сегодня Я там на вступление Геном Вы что думаете Удастся Удержать эту информацию В тайне Никогда не получалось Сейчас не получится Правда А уж Большей тайны Для индивидуума Чем раскрытие Того Генома Большей тайны Быть не может Вы хотите Чтоб про вас знали Там Сколько вам написано Лет жить Какие болезни Нет Ну в общем Это короче говоря Мы в опасные Я такую Пафосную Эстопиологическую Речь произношу Но Я считаю Что мы В какую-то Шагнули В какой-то В другой мир Мы попали Опасно Спасибо Еще если можно Один вопрос И мы заканчиваем Потому что уже Я Молодин У меня к вам Тысяча и один вопрос Ну У меня Самое Значит Я физик Монтехнолог Занимаюсь Подработкой Электронной Вычислительной Техники Надеется Лучше Значит Вопрос Я смог Сажать На Отвечность Вопрос Первый Связан С Всталением Мозга Есть Работы Научные Которые Посвящены Тому Что с возрастом Скорость обучения Человека Снижается При этом Его функциональность В определенных Узких сферах деятельности Повышается Нужно ли этот процесс Связать С уменьшением Меньшением Меньшением Точнее Количество Зеркальных нейронов В головном мозге Значит На биологическом уровне То есть Я могу Как бы сфокусировать Вопрос Зеркальные нейроны С точки зрения физика Поставляют собой Электрологическую Единицу Которая способна Подстраиваться По конкретным Задачам И к концу жизни Соответственно Возможно Неволюционных Неких процессов Формирование Более сложных сетей Оказывается Бессмысленным И необходимо Просто использовать Одно Более эффективным Правильная ли логика Или она Логика На мой вкус Я за Вселенную Не отвечаю На мой вкус Правильная Но для того Чтобы ответить Действительно Или уменьшается Количество Зеркальных нейронов Или зеркальных систем Мы не можем Это на разговорном уровне Решать Это то Что Я могу Поискать Специально Я Они Возможны Потому что Поскольку Современная техника Неинвазивная Не повреждающая Техника Дает возможность Картировать здоровый мозг У младенцев Старушек У кого угодно Это никому не приносит Никаких неприятностей То Вычислить Как бы В каком состоянии Мозг Находится Какие его части Возможно То есть Эта информация Доступна Ее можно сделать Но делали это уже Или нет Я просто не знаю Но Логически Логически Мне Вашей войне Я с ней согласна Я бы так сказала Понимаете Общее место Конечно с возрастом Все ухудшается В том числе И мозговые Эти связи Новые С трудом Но Уже что затвержено То затвержено Вот я Видела Пациентку Одного В институте мозга Я ходила на разборы Медицинские И в чем ужас был в том Что она была их же сотрудницей Вообще конечно кошмар Она биохимик была И она Полностью сохранила Все профессиональные навыки То есть Полностью Но она при этом Не узнавала мужа Говорила Что заказал тут Пришел Потому что мы все смеялись Мало ли Может ей Там 18 Уже единственный муж Она с ним всю жизнь шила Вот Не знала Что такое ключ Там То есть У нее были мощнейшие выпадения И при этом Вот узкая дорожка Профессиональный Вот Чего умею Да умею Вот Это Осталось неповрежденным Поэтому Может быть Действительно Когда Пожилые люди Застревают На каких-то вещах Может быть Их не надо трогать Их не надо Спасибо Вопрос Второй Вопрос связан с Системами Искусственного интеллекта И Попыткой Переноса Созданных человек Разрушения Моделей На имеющиеся Перед нами Созданные природы Социальные И Собственно Биологические объекты Как Человек Значит Можно Создаться Классическим Работам Люгера По Искусственному интеллекту В которых Отвержена Идея О том Что Для создания Работающей Самообучающейся системы Необходимы Алгоритм С усиливающей Обратной связью Правильно ли считать Внутренний Человеческий Разговор Разговоры Между отдельными Особами Об ее общении И в целом Социальную систему Некой системы Обратной связью Усиливающей Построение Миллионных сетей В жизненном Цикле Человека Я Ответный вам вопрос задам Вы когда говорите Внутренний Разговор Это Мысленный разговор Меня самой С собой Вот это Ну Жизнь не отдам Но мне кажется Что Мне кажется Да Что можно Но я Знаете Можно я сбоку Подъеду Вот ясно Уже всем Кто мозгом занимается И тем Кто пытается Это с искусственным интеллектом Это связать Что конечно У нас нет лучшего Кандидата На Метафору Так сказать Про мозг Но если не считать Моих этих художественных Выплесков Там со стендеем Серьезно Это конечно Компьютер Но Просто нет Другого Это Но В мозгу О чем Пенграус говорит Уж есть Поскольку Я его вспоминала И многие другие В мозгу Не только Вычисления Если Это компьютер Но другой То есть Разумеется Там есть Аналоговая Чаще Даже Сговора Нет Но там Есть много Разных Нам Господь Ничего не обещали Они не обещали Что они должны Уложиться В наше представление О логиках Или В наш тип математики Есть И В В В В Тянуть В Искусственные Системы Потому что То что Мозг это делает Гораздо Более эффективно С этим Спором нету И Причем здесь Дело не в скоростях Что Мне даже неловко Говорить в эту аудиторию Заведомо это знаете лучше чем я По скоростям Нас обогнали Суперкомпьютеры Давным Давно История Закрыта Нечего обсуждать И что А ничего Потому что Эта игра Во-первых очень дорого Не в смысле рублей Хотя и рублей Но Неэффективно То Толку нет Когда речь идет о переборе операций Да Конечно скорости Но Мозг человеческий Незапоставимо Более Ну это Порядки Порядки За счет чего Он это делает Если у него такие маленькие скорости То есть мы ясны Что мы не понимаем Основных алгоритмов Хотя я боюсь что Слово алгоритм Неправильно Я употребляю Что это не алгоритм Что это другое Ну стратегия Я не знаю какое слово здесь употребить То есть И собственно говоря Об этом разговоре Вот проект Который сейчас Европейский проект По изучению Human Brain Project Гигантский В котором там 23 стран Участвуют Европейские У них же конечная цель какая Модель Полная модель Мозга Тоже по моему не безумие Модель В смысле идея Вот Но тем не менее Они хотят Они хотят Именно наоборот Да вот Выяснить как Как делает это самое Совершенное Что есть В обозримой вселенной И перенести это На социальные сети На Компьютейшн На всякие То есть коммуникация Должна иначе идти Ведь там находится Вот когда Ну вы все наверное Слышали там Плохой учебник На немецкой грамматике Кто жалуется Я не понимаю Что с Марса прилетел Учебник Вы сами его написали Плохие Вот он и плохой А где хороший А хороший вот тут И это точно Потому что Нет здоровых людей На земле Которые бы не овладели Языком Значит мозг Точно знает Как это разложить Я когда Особенно хулиганила Говорила А вы мне говорите Там существительные Прилагательные А они вообще Есть в природе Кто это Видит существительные Или глагол Это же Выголки лингвистов В Москву Есть существительные И глаголы Вот это Правильный вопрос Поставлен То есть если бы Мозг был милостив И сообщил нам Как он С этим ужасом Справляется У нас была бы Другая наука Другое образование И вообще Много чего другого Потому что Он то знает Как делать Только не говорив Вот все наши усилия Всех наших наук В том числе Вот таких наук Про которые я сегодня рассказываю Они направлены на то Чтобы подглядеть Как он то это делает Вот как он с этим справляется Мне было бы гораздо легче Если бы мне сказали Здесь глаголы лежат А здесь прилагательные Но они не лежат там Ну не лежат А лежат Как я вам про эту собаку Вот показала И там тысячи примеров Таких можно привезти Сколько угодно Кстати О великвах Канадские группы Которые занимаются По-моему это Крейн как раз и есть Люди Очень пожилого возраста Которые говорят Больше чем на одном Языке Отодвигают Своего потенциально Возможного Генетического Аксгеймера На годы На годы Это может быть 4-5 лет Поэтому Наличие многих Кодов Так сказать В мозгу Оно Чистая прибыль В чистом виде Но если нет Патологической ситуации Когда вы человек Обгоняете В стресс Тем самым Как вот этот ребенок С заиками Ну это было ясно Что его просто В том миг Гонят Вот если без этого То Любые Добавления Они Тренировка Мозга Чему? Улучшают Вот Вот Спасибо огромное Перед тем Как завершить Я просто Так как Мне уже довелось В такой институте Уступать Не берусь наглости Просто чуть-чуть Может быть Добавить Потому что Вы знаете Какое ощущение Что Мы в последние Десятилетия Перешагнули Через очень многие Табу Я имею ввиду Процесс познания То есть Были какие-то Темы Которые Все-таки Оставались Как бы Мы к ним даже Не подходили Мы старались Их не трогать Вот сейчас Мы смело Переступаем Да Я удивлен Что Татьяна Владимировна Не вспомнила Это же На самом На самом деле То есть Впервые На планете Создано Полностью Искусственное существо Живое Которое Начало Вопрос По поводу И свободу И боли И так далее Вот это Оттуда Но самое интересное Что мы Такие Мы такие Любопытные Обезьяны Что мы все равно Не остановимся Вот мы понимаем Что мы дошли На какой-то Очень опасные Грани И идут сигналы О том Что Вот как Дальше Тормозиться Немножко Да Соваться Но мы все равно Не остановимся Отдавать себе отчет Ну и К страшному Биологическому Биологическому сгою Это приведет И Социальному О чем Сговор Социальные Последствия Страшные Представят Да Ну да Все 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 Умерли Я Прискнул Вашему имени Поблагодарить Татьяну Владимировну Потому что Как всегда На мой взгляд Безумно Интересное И маленькое Объявление От руководителей Нашего Знания На одну секунду Да Спасибо Я рассчитывал Что Сергей Борисович Скажем Ну в общем завтра Обращаю внимание Всех собрав Что действительно Тема очень интересная И по суде По обилию вопросов Интересной всем Так вот завтра 17.00 В так называемом Белом зале Нашей Межгородской Областной Библиотеки Все ее знают На Варварке Да? Варварка 4 Вот будет лекция Фактически Но на близкую тему Сергей Александрович Шумский Это сотрудник Физического института Академии наук Город Москва Уже одно Это подсказывает То что действительно Это супер Беждисциплинарная Область Когнитивистика Современная Вот завтра будет Лекция Которая называется Как устроен Человеческий мозг Конечно Настоящая лекция Я просто получил Редкостное удовольствие На то что мой мозг Подрос за эти два часа Спасибо 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 Може мой мозг Тоже подрос Нет? Тофе Владимир Мы выиграли все Приезжайте на учет Спасибо Те, кто преподают, они знают, что предстоящий начинает... А завтра мы еще снимаем, когда начинаю недальше. Ну это... Завтра поснимать?